Праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции, продолжаются в фриорале. В учреждениях, в домах культуры и на площадях Козеларды прошли выставки народных умельцев, тематические вечера и республиканская научно-практическая конференция под названием «Конституция. Правовая основа модернизации общества и государства». А в центральной площади города, где в эти минуты проходят главные торжества, праздничным настроением козелардинцев делится наш корреспондент Алибек Большуленов. Алибек, здравствуйте. С праздником. Как у вас отмечают День Конституции? Добрый вечер, Сергей. Праздничных мероприятий было немало. Одно из них состоялось на площади государственных символов в Козеларде. Здесь сотрудникам городских и районных служб пробации Департамента уголовно-исполнительной системы по Козелардинской области вручены ключи от 10 новых транспортных средств на торжественной церемонии мероприятия. Сотрудники службы пробации отметили, что укрепление материально-технической базы поможет им работать еще и эффективнее. Ведь прямая задача службы – помочь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, оказать им психологическую и правовую поддержку. Также в канун Дня Конституции приорали, на свет появились тройня и четыре пары близнецов и двойняшек. Праздничный день в областном перинетальном центре Анамямбала. Поздравления получили 20 малышей и их мамы. Отмечу, с начала года здесь родились около 5000 малышей. Среди них 20 двойняшек и близнецов. Ну и пока две тройни. Поздравляем родителей с рождением малышей. У них сегодня двойной праздник. Алибек, ну вот я знаю, что у вас по традиции ежегодно в приорали проводят презентации соцобъектов и новоселья, приуроченные ко Дню Конституции. Как вот в этом году обстоят дела? Да, да, вы правы, Сергей. Каждой дате в Казаларде по традиции ежегодно один за другим сдаются в эксплуатацию. Многоэтажные жилые дома, социальные и производственные объекты. Презентации состоялись и в этом году, ко Дню Конституции. Об этом расскажет заместитель Акима области. В области и в рамках мероприятий, ко Дню Конституции, сегодня состоялось торжественное открытие школы на 300 мест в Казалинском районе, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Акжарма, Сардаринского района. А также вот на днях к первому сентябрю планируется открытие двух школ в Жанакурганском районе. Сергей, ну а мне остается лишь добавить, что торжества, которые вот проходят на центральной площади Казаларды, перейдут в праздничный концерт с участием вокально-инструментальных ансамблей в городском парке культуры и отдыха. У меня к этому часу вся информация. Сергей. Спасибо, Алибек. Еще раз вас с праздником. Ну а я напомню, с нами на прямой связи из Казаларды был мой коллега Алибек Большуленов, который рассказал, как у них сегодня отмечают День Конституции.